Жильцы дома 8.4 по улице Мира и управляющая компания Дом-Сервис долгое время не могут найти общий язык. В сути конфликта разбиралась Ольга Овчинникова. Этот дом по адресу Мира 8.4 давно знает управляющая компания. Конфликт назревает в сердцах его жителей уже давно. В этом доме живет много пожилых людей, в том числе инвалиды. Позвонив в редакцию с Бестовского телевидения, пенсионеры жаловались, что выходить во двор собственного дома становится невозможно, потому что тротуар заставлен автомобилями, а по двору дома постоянно движется транспорт. Мы ведь так же платим за все на свете, за квартиру регулярно платим, за все платим. И нет ничего для нас. Ведь люди тут живут, и пожилые, и инвалиды, и пенсионеры, всякие люди. Она вот только что сломала. Я только что говорю во дворе сломала, он говорит, теперь мне подняться на тротуар трудно, и спуститься трудно, а машины-то и нет. Двор этого дома не попал под программу расширения междворовых проездов. Осложняет вопрос забор детского сада, который граничит с дорогой у жилого дома. Жильцы видят вариант отнести его на метр вглубь детского сада. Управляющие компании предлагают обратиться к заведующей этим дошкольным учреждениям. А кому обратиться у вас с этим вопросом? Я так думаю, администрат, даже учредитель, я честно не знаю, даже саму процедуру, как это можно сделать. Это же не так просто. По словам жителей, капитальный ремонт дома не был сделан со времен постройки. Наружные стены в трещинах и облупленной краске. Перерасчет по счетчикам тепла не производится, хотя эту процедуру должна осуществлять управляющая компания ежегодно. На основе постановления правительства номер 307. Старая опасная детская площадка за домом убрана. Новая не построена и не планируется. Все рушится, все обваливается, все двери. Вот смотрите, какие они все гнилые. Смотрите, вот здесь у пожарной безопасности, это может подойти любой, взять, зажечь спичку и зажечь. И дом загорится. Здесь даже замка нет на весном. Посмотрите, в каком ужасающем состоянии находится вот эта вот подъездная дверь. Мнение по вопросу капитального ремонта дома и расширению придомовых территорий мы спросили у председателя комиссии по ЖКХ и строительству общественной палаты Владимира Шефера. Капитальный ремонт по жилищному законодательству должен выполняться один раз в 10 лет. Текущий ремонт должен выполняться через 5 лет. А вообще, значит, все ремонты могут проводиться по мере износа. Недавно была заменена кровля, протекающая 30 лет. После этого в подъезде стало сухо, но возникли другие проблемы. Проводка в подъезде, много лет находящейся во влажной обстановке, начала сгорать. Несколько раз в год жильцы вызывают пожарных. Ведь одновременно во всех квартирах сгорает бытовая техника, находящаяся во включенном состоянии. Убытки платят не за все и не всем. По словам жителей, они устали обивать пороги управляющих структур. Два года назад, обратите внимание, столб стоит, сбивали, ребенка чуть не сбили, женщину сбили. Убирать дворником некому, некогда. Машины стоят. Зимой убирать некогда. А обращался к Флягиной, начальник, да, вот этот сделаем дом, потом ваш. Мы все еще так же живем, одними обещаниями. Где это видно? Есть у нас власть или нет в городе? Я обращался в оба потребнадзор, письмо. И они мне дали ответ. Со слов управляющей компании, со слов управляющей компании лежат документы в месте. Толку нету. Никакого. За разъяснениями мы предложили активным жильцам этого дома сходить в управляющую компанию «Домсервис», которая обслуживает дом 8-4 на улице Мира. После получасового эмоционального разговора между жильцами и управляющей компанией директор «Домсервиса» подвела итог и высказала свою позицию. За вашим домом закреплен слесарь сантехник, у вас есть сборник, у вас два подъезда в уборке, есть уборщик лесничных клеток, у вас дом освещен, у вас какие есть претензии, допустим, по коммунальным услугам и по обслуживанию. Дом с наружным освещением, подъезды освещены, дом с теплом, холодная, горячая вода в доме есть. Вот это мы все ежедневно обеспечиваем своим трудом. Вы поймите это. И если бы мы плохо работали, то у вас были бы какие-то замечания по этому поводу. Что касается ремонтов, хорошо, я уже просто сейчас скажу. Что касается ремонтов лестничных клеток, у нас в графике ваш дом стоит в декабре месяце. Соответственно, я уже подытоживаю на камеру, понимаете? Раз вы этого хотите, значит, у нас есть график, план ремонтов лестничных клеток, вы попадаете в 2013 год. Мы сейчас заканчиваем работу по вашему дому, у Патрии Лодыжинского 30 и переходим на ваш дом. Далее, значит, что касается ваших требований расширить дорогу. Существует кадастровый план. И на основании этого кадастрового плана дорога ваша ограничивается, значит, как раз вот этим забором, где... Там технической возможности нет. Да, поэтому нет технической возможности расширить эту дорогу. Не может ваш дом претендовать на территорию детского сада. Автомобили на тротуаре. Трещины и оглупленная краска. Несоблюдение правил пожарной безопасности. Проблемы с электропроводкой. Вот неполный список проблем этого дома. Однако в ходе разговора по просьбе жильцов дома на Мира 8-4 была привлечена третья сторона. Депутат Азбестовской городской думы Валерий Кирюшин. Жильцы пояснили, что было собрание пару лет назад, на котором были даны обещания этим человекам. Однако у Валерия Кирюшина противоположная точка зрения на заявления горожан. Я вам помогу! Кирюшин сам говорит, я вам помогу! Асфальт и щебенку. Между 8 групп 1 и гаражами с той стороны временно и с этой стороны. А я что ли? Я что, пьяная что ли? Да нет, конечно. И я трезвый. Женщины, скажите, что умрали. Не знаю. Смотрите. Ну вот же и все сидят. Я вам говорю, что нет. Это большая сумма денег. Погодите, я ведь не одна это утверждаю. Да не мог я это вам сказать. Вы хоть бы знаете, сейчас вот глядя мне в глаза, сказали, я забыл. Да нет. Что, подождите. Мои эти избиратели. 20 декабря 2013 года в первом подъезде дома начаты подготовительные работы для ремонта. А это значит, что за 11 дней до Нового года рабочим нужно умудриться отремонтировать 6 подъездов. Кто прав, а кто виноват в данном споре, пусть решают зрители. Ольга Овчинникова, Александр Юров, Тимофей Хлебников. Новости АТВ. Новости АТВ.